Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Амазин Кролли Плей, первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль, итак друзья, первая плохая новость, ну, вообще плохая новость для вас, какую я только что обнаружил, то что, x2 убрали вообще полностью, просто, ну, просто, вообще, никаких бонусов теперь не будет, не x2, подарки тоже убрали, короче, все убрали, да, x3 было недолго, один день, как я говорил, хотя я думал, что все-таки будут 3 дня, x3, но убрали подарки, x2 и, блять, пиздец, да, именно так я начинаю эту серию, итак, что сегодня будет, пацаны, недавно добавили обновление, это штрафстоянка, я сейчас о ней вам все расскажу, но в первую очередь хочу посмотреть, как она выглядит хотя бы, сейчас мы починим машинку, да, починим машинку, давайте, я пока GPS пропишу, потому что я не знаю, где она находится, так, можно общественные места, штрафстоянка нам нужна именно, вот она, штрафстоянка, нажимаем, так, заводим нашу BMW, так, давайте посмотрим по карте, где же она у нас находится, я даже понятия не имею, ага, вот, ага, вот все-таки у нас штрафстоянка, где находиться будет, окей, давайте съездим, по путям расскажу все, как это будет работать, смотрите, штрафстоянка, на штрафстоянку будут забираться машины те, какие будут неправильно припаркованы, этим занимаются механики, этим занимаются механики, то есть, но они просто так не могут вашу тачку забрать, чтобы забрать вашу машину за то, что она неправильно припаркована, ему, механику нужно получить, так сказать, добро от ДПСника, либо ППСника, по-моему, от третьего ранга, просто вашу машину, штрафстоянку никто не заберет, если заберет, даже, там будет писаться, кто дал добро, чтобы забрали вашу машину, и какой механик это, по-моему, сделал, да, вы сможете, типа, возмутиться по этому поводу, если у этих людей, какие, эвакуировали вашу машину, не будет доказательств, то, приз, вроде, не знаю, что там будет, подробно можете, кстати, почитать в официальной группе, Амазинга, я оттуда об этом узнал, сейчас посмотрим подробно, что и как, там специальная команда есть, ну, на самом деле, блин, это будет сложно, потому что механику нужно будет найти, ДПСника, и так далее, чтобы эвакуировать чью-то машину, не, понятно, он так ее может украсть спокойно, да, я разбил свою машину, просто, замечательно, обожаю просто, эти, блядь, вот чё, я просто не катался на ней, поэтому, ладно, давайте доедем сейчас быстренько, не, ну, прикольная тема, не знаю, сейчас посмотрим, как это там реализовано, вообще, я просто видел, это, как бы, эту парковку, но она не, не работала, а ее все-таки, вот, задействовали, наконец-то, эм, так, мне уже это нравится, стоит, ДПСик и автобус, довольно-таки необычно, да, довольно-таки необычно, вообще, так, вот эта стоянка, и так, вот, кстати, механик здесь приехал, я не знаю, что он хочет, но, видимо, что-то он хочет, короче, кстати, за то, что механик и полицейские будут забирать ваши машины, где они неправильно припаркованы, то есть на середине дороги, там, не знаю, там, ну, короче, вы поняли, думаю, им за это будут платить бабосы, им за это будут платить бабосы, а чтобы забрать свою тачку, потом, нужно оплатить все штрафы и заплатить нам какую-то сумму, за это все, давайте подойдем, он что-то напишет вообще, интересно, штрафстоянка, у вас есть неоплаченные штрафы, окей, давайте сейчас, допустим, даже, вот, оплатим штрафы и попробуем глянуть, что там будет нам писать, ебать, пять штрафов, пацаны, это 25 тысяч, круто? Да, угу, кстати, как вы заметили, мне деньги так и не вернули до сих пор, но, кто смотрел предыдущую серию, там я показывал жалобы, мне написали, что деньги вернут в течение одной-двух недели, ну, что, будем ждать, надеюсь, все-таки вернут мои 12 миллионов, это было бы реально круто, ну, да ладно, давайте сейчас посмотрим, что здесь и как, прокануть вот так тачку, ладно, хотя, тоже через переслабаум, ну, по сути, нельзя парковать машину, как бы это запрещено, давайте попробуем глянуть, ну, сейчас, на сцену где нет вашего транспорта, ну, короче, понятно, да, вам сначала нужно будет отплатить штраф, потом, хрен пойми, что потом сделать, такая будочка стоит, в принципе, да, прикольно, такая, короче, будет штрафстоянка, я думал, на самом деле, что здесь именно будут стоять тачки, но вы, типа, ее забираете, она будет спамниться, наверное, на эстакаде, либо где-то еще, и все, в принципе, на этом все заканчивается, я не знаю, какую там сумму будет платить, кто, в принципе, уже с этим сталкивался, то пишите в комментариях, добавили это, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь, ну, блин, можно будет поработать, но, блин, не знаю, это очень сложно, потому что все зависит не только от тебя, а и сотрудника ДПС, либо ППС, и, блядь, о чем там стоит, мне интересно, реально, он стоит там уже, ну, минут 20, наверное, ну, серьезно, как-то странно, как-то реально странно, пишите, кстати, в комментариях, что вы об этом думаете, прикольно, что это добавили, не, ну, в любом случае, прикольно, но, я думал, оно будет реализовано довольно-таки лучше, думал, типа, будут там машины стоять на штаб-стоянке именно, но они решили заморачиваться, как я понял, либо, чтобы FPS не проседал, просто их поставить, тут проблема, понимаете, вот, тачка ваша даже возле дома будет стоять, а вы будете сидеть в Дебор ходить, то ее могут просто увести, ну, понимаете, система не будет видеть, тачка припаркована в нормальном месте, либо нет, потому, ну, поэтому, блядь, просто могут ее просто так увести на штаб-стоянку, вот, в чем проблема, то, что просто могут ее увести, даже если она будет стоять нормально, там, где нужно, там, где можно, вот, в чем проблема, ну, а так прикольно, в принципе, повторюсь, подробно можете почитать про штаб-стоянку в официальной группе Мазинга, там все расписано, подробно я сам читал, вот, вам рассказал, в принципе, самое главное, что там было написано, ну, а на этом у меня все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok